Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра дали сегодня два концерта в Новосибирске. Причем в плане нашей филармонии их не было. Решение посетить столицу Сибири принял сам маэстро. Организовать выступление удалось буквально за три дня. Все подробности знают мои коллеги. Бах! У него, я вот играю на флейте, мне очень нравятся его произведения, они очень красиво звучат. Классическая музыка всегда должна быть с нами. Ценители высокой музыки, четвероклассницы Яся и Соня, сегодня прогуляли занятия в музыкальной школе не просто так. Официально. Преподаватель по флейте сам привел их на концерт народного артиста России Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра. Михаил Юрьевич вспоминает, билеты на концерт появились лишь в понедельник. Для меня это очень большая неожиданность. К сожалению, даже все мои дети не смогли пойти на этот концерт, потому что билетов не всех не хватило. Но поскольку они играют на духовном инструменте, я считаю, что это просто уникальная возможность послушать оркестр, такого маэстро, и такого качества оркестр. Сначала благотворительный концерт. Для детей, которые не только любят музыку, занимаются ей. 1100 билетов. Из них лишь 250 достались юным жителям мегаполиса. Остальные зрители приехали из разных районов области. Перед сказкой Прокофьева «Петя и Волк» краткий обзор музыкальных инструментов. У нас есть струнная группа в оркестре. А струнная группа – это какие инструменты? Вот, например, что это за инструмент? Стрюнка! А это что за инструмент? Стрюнка! Стрюнка! Вот, не очень разборчиво. Что это за инструмент? Стрюнка! Молодцы! Инициатива провести два концерта в Новосибирске исходила от самого Валерия Гергиева. У нас есть замечательный полпред новый, который дружит непосредственно с Гергиевым. И когда были в Сочи они с губернатором, он спросил губернатора, не хочет ли Новосибирская область получить такой замечательный подарок. Владимир Филиппович тут же согласился, раздался мне звонок оттуда. И мы с Боебитым Алшимбаевичем провели переговоры. Организовать удалось оперативно. Зрители проявили большой интерес. Цены на билеты на второй концерт решили сделать невысокими. От 300 до 500 рублей. И в продаже они были чуть больше часа. Для меня, как для начинающего менеджера данного большого серьезного проекта, конечно же, мне было интересно посмотреть, насколько мобильна группа, которая работает со мной вместе. И я так понимаю, что все ребята на своих местах справились. Очень профессиональные менеджеры, очень профессиональные руководители данных направлений. Вчера Томск, завтра Хабаровск. Следующий концерт в Японии. График напряженный. Но выступить в концертном зале имени Арнольда Каца для Валерия Гергиева – миссия почетная. Когда-то я сказал на прямой линии Владимира Владимировича Путину, что о чем мы говорим, если в Новосибирске нет концертного зала. О каком успехе культуры и о каком развитии стремительном, о какой динамике можно говорить. Это один из наших опорных центров и симфонической, и оперной. Что услышат зрители, оставалось в тайне до последней минуты. Информации маэстро поделился с журналистами уже после третьего звонка. Овертюра Верди, копия «Силы судьбы», написанная специально для Мариинского театра. Прелюдия к послеполуденному отдыху Фавна, Дебюсси. И, возможно, впервые в Новосибирске, драматическая симфония Берлиоза, Ромео и Юлия. Наталья Цопина, Евгений Агеев, Новости ОТС.